Лев Фривозович, спасибо большое, что вы уделили нам время, пришли к нам в студию. Вы много уделяете общественной деятельности, вы чиновник, политик, бизнесмен. Кто вы для себя в первую очередь? Ну, я сегодня чиновник, поэтому бизнес у меня, деятельность бизнеса в прошлом, как политик, понятно, я остаюсь, но сегодня я официально на должность и выполняю те задачи, которые мне стоят. О задачах. Какие именно задачи поставил перед вами министр? И чем вы будете заниматься, какими направлениями в новой должности? Вот расскажите. Первое, я отвечаю за весь строительный блок. Если говорить о задачах, Геннадий Григорьевич Зубко, мой непосредственно руководитель, поставил первую задачу, это борьба с коррупцией, дорегуляция и улучшение инвестиционного климата. Вот как бы вот эти задачи передо мной стоят. А если не секрет, кто вас пригласил на эту должность? Ну, вносил кандидатуру Геннадий Григорьевич Зубко, ну и, безусловно, была поддержка правительства, и правительство поддержало. А кого-то из старой команды вы взяли с собой в министерство? Кто, с кем вы работаете сейчас? Безусловно, часть команды, которая идет со мной, она со мной будет идти, но скажу, что в министерстве вот средний уровень работников очень профессиональный и достойный, и я, честно говоря, рад, что вот этот средний уровень, он здесь сохранился и есть, потому что сегодня в наше нестабильное время очень важно, чтобы профессионалы оставались на местах. Вот актуальные проблемы, с которыми в данный момент сталкивается отрасль ЖКХ, в данном случае вы курируете строительство, вот на решение каких проблем вы сейчас будете сосредоточены? Я хотел бы начать с одного показателя. Есть такой показатель рейтинг doing business в строительстве, вообще есть рейтинг doing business, и он состоит из 10 параметров, один из параметров получения разрешения в строительной отрасли. И на сегодняшний день мы занимаем 140-ую позицию из 190 стран. И, безусловно, эта позиция нас не устраивает. В целом Украина на 88-м месте, а вот именно строительный показатель на 140-ом. Каким параметром, о которых вы сказали, это считается? Количество процедур, сроки, третье – это качество и контроль строительства, и четвертое – стоимость разрешительных документов. Вот по первым двум показателям мы на очень хорошем показателе, там от 10-го до 20-го места, вот по вторым двум показателям мы очень сильно отстаем. Поэтому вот этот первый показатель мы вот на прошлой неделе как раз провели такое рабочее заседание с первым банком, где определили стратегию, где определили, что и где, и как менять планируем. Потому что мы хотим хотя бы в 50-ку войти, а в будущем, исходя из того, какой у нас потенциал есть, мы спокойно можем в десятку войти в рейтинге «Дуэнг Бизнеса» и нашу построительную отрасль. Но этот показатель он в целом показывает нашим внешним инвесторам, и не только внешним, но и внутренним рынкам, насколько прозрачно открыты процедуры. Но у нас еще есть масса вопросов. Это необходимо усовершенствовать земельное законодательство в сфере градостроительных действий. У нас также существуют устаревшие строительные нормы, которым надо уделить. Еще есть нормы из Советского Союза остались, которые надо изменить. Очень важный вопрос сегодня стоит защита прав частного инвестора. Мы имеем в виду тех людей, которые покупают квартиры. И здесь нам необходимо отрегулировать, сделать более единые стандартные договора, чтобы тот, когда кто-то из граждан покупает квартиру, понимал, что этот договор защищает его интересы. Потому что разные компании ведут по разному культуру и зачастую не в интересах частных инвесторов. Законодательство вы начали, насколько я не ошибаюсь. Вы подготовили новый законопроект. У нас есть наработки. Сейчас мы как раз будем это обсуждать и реализовывать. Также большая проблема есть борьба с долгостроением. Еще по старому наследию у нас на сегодняшний день еще есть масса объектов, где не решен вопрос. И тут надо понять, кто несет за это ответственность и кто должен этот вопрос решать. И он так, на самом деле, на общем уровне, не только в Киеве или в каком-то городе, в целом надо иметь какую-то общую политику. И у нас также есть проблема сегодня очередников. Есть проблема социального жилья. И нету такого понятия, как арендное жилье. Я хотел бы, чтобы мы внедрили такое понятие, как арендное жилье. В практике за рубежом около 50% всего жилья – это арендное жилье. В чем суть? Ну, я понимаю, что такое арендное жилье. Государство за свои деньги строит жилье и издает в аренду. И в первую очередь молодые специалисты, очередники, они 100% находят себе место для проживания. Сегодня еще у нас появились люди, которые с Востока приехали, с Крыма, которым тоже надо было предоставить жилье. А у нас их отсутствует. Более того, у нас очень много специалистов, которые устраиваются на работу. Мне что лично не нравится? Мне не нравится, когда в некоторые ведомства приходят чиновники, вышестоящие, и быстро получают себе жилье. Я противник таких действий. Я считаю, что человек может получить жилье, хотя бы отработав на какой-то позиции 10 лет, а не так, что он проработал полгода, получил жилье, перевелся в какую-то другую область. Таким людям надо предоставлять жилье. Но оно может быть арендное жилье. И вот таким образом дирижировать, ну, это регулировать этот вопрос. И также вот важный вопрос. Строительная отрасль очень важная. Строительная отрасль, она третья по объемам капиталовложения в Украине. И сегодня это надо контролировать и стимулировать. Поэтому привлекательные надо инвестиции в Украину. И это делает системно, профессионально. Существует масса инвестиционных выставок. МИПИМ, МОПИК, Экспориал. Они крупномасштабные. И инвестиции в строительную отрасль – это самые емкие инвестиции, которые могут быть. И это надо максимально организовывать. Если говорить об инвестициях, вот насколько Украина сегодня является привлекательной в этом плане для инвесторов, учитывая ситуацию войны на Донбассе и экономическую ситуацию в стране. Как вы собираетесь привлекать инвесторов в строительную отрасль? Что для этого нужно, в первую очередь? Вы знаете, западных инвесторов, ну и вообще инвесторов, не так пугает война на Донбассе, сколько пугает коррупция здесь, в Украине. Поэтому, более того, скажу, что очень приятно, что последний квартал, у нас уже динамика роста ВВП почти полтора процента, пошел рост. Это очень важно, потому что инвесторы, в первую очередь, интересуют стабильность в стране, уровень, минимальный уровень шумбол коррупции, поэтому рейтинг «Дуэк бизнес» очень важен, как такой лакмусовый бумажка-показатель. Второе – рост экономики. Очень важна, конечно, стабильная банковская система. И, конечно, очень волнует это благосостояние людей. Когда видят, что зарплата у людей растет, вот с 1 января будет повышена минимальная заработная плата, это очень важно, вместо 1380, будет 3200, это, соответственно, увеличится выплата, увеличится, соответственно, поступление в бюджет в виде налогов. Это вот такие факторы, которые очень позитивно отразятся на нашем рынке. Мы уже устали ждать, хотим результатов, терпения, ожидания людей значительно выше, нежели сам процесс реализации. Поэтому я надеюсь, что с Нового года будет лучше. На процесс реализации вы сколько себе времени отводите? У вас просто настолько масштабные, грандиозные планы. Вот вы для себя решили, сколько это времени может занять? Все ваши задумки и проекты реформирования отрасли? Год, два? Вы знаете, этот процесс, он постоянно меняется, мы все время что-то поменяем, появляется что-то новое, рынок меняется, требования меняются, культура меняется. То, что касается рэнтика до бизнеса, очень хотел бы, чтобы уже в следующем году мы уже увидели новый рейтинг. То, что касается других, модернизации ДБНов, у нас сейчас в планах около больше 20 ДБНов срочно поменять, но в процессе еще, ну то есть, нам надо много-много что делать, и оно невозможно назвать все сразу, это будет на протяжении года-двух лет. У нас просто есть такая традиция неприятная Украине, когда приходит новый министр, с приходом министра полностью меняется команда, и он снова все старое забывается, все, что было сделано до него, и начинает новую программу с новыми людьми. Как бы не хотелось, чтобы вы сделали за тот промежуток времени, который у вас есть, потом кто будет продолжать? Согласен. Должна быть последовательность. Это вот на самом деле большая проблема последние годы в нашем государстве, потому что команда меняется, и каждый потом формирует свои. Я скажу, что вот, я еще скажу, я рад, что вот, потому что средний уровень, особенно в министерстве, он очень профессиональный, и я даже не задумывался, что такой высокий уровень есть профессионалов, потому что они много лет работали, и дай бог, чтобы они еще долго работали, потому что они как энциклопедия, они очень хорошо знают и законы, и процедуры, они очень хорошо чувствуют рынок, и наоборот, им надо только помогать. Поэтому в этом отношении надо только усилить, но не в коем случае менять. Коснулись замороженных строек, я понимаю, что их, наверное, миллион по Украине, но, возможно, у вас есть какая-то статистика, ведете ли вы вообще реестр, хотя бы по Киеву, сколько их и что с ними делать? Ну, по Киеву около 80, в целом по Украине около 400. Но вот мы, я чуть раньше не хочу, пока нет еще окончательного решения, мы только сейчас хотим сформировать решения. Более того, все решения, которые мы будем делать, мы однозначно будем привлекать. И вот все обсуждения сегодня, ДБН, всех законов, мы привлекаем всех профессиональных участников рынка. Общественные организации, сейчас масса доноров появилась, международных организаций, которые готовы нам искренне помогать интеллектуально и финансово. И их экспертное мнение очень и профессиональное, очень качественное. Вот взять только один мировой банк нам очень серьезно помогает в законодательном плане. У них опыт в 190 стран, у них очень мощная аналитика, и самые лучшие тенденции они могут нам подсказать. И более того, самое главное, они нам пишут эти документы и могут помогать. Это и стоит и времени, и сил, и энергии. И поэтому все эти процессы мы хотим открыто обсуждать. И вот даже если говорить о недостроев, мы хотим точно так же публично обсудить, выработать какую-то стратегию, и в ближайшее время мы уже предоставим свое видение. Ваше экспертное видение, вот не могу просто не упомянуть, две, наверное, наиболее скандальные, наиболее известные недостройки. На Львовской площади вы, наверное, видели это здание театралки, которое уже, наверное, лет 40 стоит, и на левом берегу недостроенное огромное здание. Я хочу спросить в контексте Евровидения. Вас привлекали, кстати, к проведению и подготовке к этому конкурсу? Просто вот даже на левом берегу конкурс будет проходить в МВЦ. И вот к нам приедут очень много туристов, очень много иностранцев, увидят эту глыбу старую, которая уже разваливается на левом берегу. Возможно, если ее не снесут или реконструируют, возможно, будут выделены какие-то средства, чтобы ее хотя бы красиво украсить, накрыть, как по примеру Дома профсоюза в свое время после пожара. Конкретно два этих случая вы уже рассматривали? Ну, вот то, что касается левого берега, я насколько применяю это имущество нефтегаза. Да. И в первую очередь нефтегаз сам должен принять решение, что с этим делать. И это действительно такое... Ну, тут взаимоотношения должен координировать нефтегаз, и у нас есть город Киев, который владеет землей. И поэтому мое личное мнение, все недострои, которые существуют, в первую очередь местные советы должны нести ответственность. Если они когда-то выделяют землю, если вовремя какой-то объект не строится или не достраивается, то тогда на себя должен взять ответственность тот, кто это давал. Поэтому вот в такой плоскости, приблизительно в такой плоскости, мы видим, что кто-то должен нести ответственность. Потому что так оно, ну, если этот объект только портит нам внешний вид, но если у нас есть масса объектов, где вложили инвесторы, частные инвесторы, свои личные средства, и дальше не решается вопрос. Это страдают тысячи семей. Я знаю семьи, которые люди работают, чтобы оплатить только проценты, еще как-то содержать семью, работают только на трех работах, чтобы успевать это все. И конца экрана, то проходит уже для кого-то и 10 лет, проценты капают. Затронули тему коррупции также ранее. Вот коррупция в строительной отрасли, я так понимаю, что она в частности заключается в сфере получения разрешения на строительство. В чем еще? Где нам, журналистам, следует копать, искать? Какие моменты наиболее сейчас подвержены? Земля, получение разрешения прав на землю. Очень большая проблема у нас в подключении сетям, технические сети получить электричество, газ, вода, тепло. Это большая проблема. И, конечно, разрешение, вот сейчас разрешение строительства, тоже в частности есть большая проблема. Эта проблема больше связана к большим городам. Там, где есть спрос, там, где инсульный климат, и строительный бум активно присутствуют, там конкуренция, и там, соответственно, эти процессы вот более... Что вы можете сделать, чтобы начать процесс? Дорегуляция. Мы упрощаем, мы просто уменьшаем процедуру, делаем прозрачность. Вот буквально мы на днях обсуждали по просьбе наших телекоммуникационщиков, компания «Лайв», «Киевстар», «Водофон» упростить подключение их внешних устройств, антенн, на зданиях или просто на территориях. Мы просто упростили этот процесс и предложили версию, где это можно сделать без всяких разрешений, просто ведомительным принципом. Понятно, процедурно там чуть более профессионально, если по-другому все звучит, но если вот таким языком говорить, мы уходим от всех согласований. Все. То есть некому уже идти, о чем-то договариваться, мы этот процесс упростили. И там, где это возможно, там, где это возможно, к примеру, у нас вот проблема, сегодня мы тоже подготовили законопроект, где мы хотим внешнюю группу упростить, допустим, лестничные клетки, входную группу, где нужно получать дополнительное разрешение на документацию. К примеру, у нас, если брать земельное законодательство, сегодня стоит, допустим, это здание, договороведы закончился, надо обратно проходить сессию, готовить документы, но если здание ваше, законом все равно земля будет ваше, никто даже забрать не может. Но надо упростить, что не надо никаких сессий. Вот все эти лишние процедуры провоцируют возможных каких-то людей, которые могут злоупотреблять. То есть нужно, во-первых, убрать эти органы, которые занимаются этим? Максимально все упрощать там, где это возможно, но только не заигрываться, потому что если сильно упростить, могут быть другие последствия. Поэтому тут надо смотреть мировой опыт, смотреть лучшие тенденции, тренды. На кого ориентируетесь из зарубежных, возможно, наших партнеров? Чей опыт мы перенимаем? Ну, вы знаете, если брать сегодня процедуры и сроки по получению разрешения на строительство, у нас уже хорошие показатели. Мы провели закон в 2012 году о регулировании градостроительной деятельности. И сегодня вот в этом отношении у нас очень хорошие показатели. У нас очень много есть таких мелких деталей, которые усложняют процедуры. Вот над ним надо очень серьезно работать. А вот что делать в таком случае, допустим, тоже на простом примере, с вашего позволения, если в каком-то жилом районе выкупается земля, строится, заявляется сначала одно при подаче разрешения, а потом строят с нуля огромную высотку рядом с жилыми домами и без каких-то, опять же, разрешительных документов, без соблюдения тех норм, которые законодательством. Что в таком случае делать? Как от этого избавляться? Потому что это, к сожалению, у нас очень частая практика. Ну, первое, у нас как есть добросовестные чиновники, есть недобросовестные, точно так же есть и добросовестные застройщики, и недобросовестные. По крайней мере, надо пару раз хотя бы кого-то наказать, если вот такие случаи вопиющие есть, когда люди в наглую, в нарушение всех процедур и документов просто нарушают, подделывают или документы, или просто строят, а потом думают, что раз люди купили, потом это их проблемы, их никто не выгоняет. Это одна сторона. А то, что глобально, чтобы был порядок, есть такое понятие, как зонинг. Когда населенные пункты, у нас, возьмем город Киев, заранее прорисовывается, этажность, плотность застройки и целевое назначение. И это, как, я не знаю, как конституция голосуется, и это поменять очень сложно. И тогда невозможно, если там определено на этом участке, что будет школа, там невозможно построить торговый центр. И сегодня у нас вот эта гармония нарушена, на самом деле. Сегодня школы у нас забиты, у нас с больницами тоже, с поликлиниками сложная ситуация. У нас с сетями перегруз, с пробками. Если посмотреть автомобильный поток, мы строим очень много объемного жилья в центре города. Большое выгодно это делать. И сегодня, таким образом, мы завтра, у нас будет транспортный коллапс, и этот город становится неудобным для жизни. Поэтому вот эти вещи надо прогнозировать и рисовать. И не только это Киева касается, всех других городов. Если взять, вот берем, к примеру, Париж. Париж в 1830 году был разработан зонинг. И зонингом было определено широкие проспекты. Было определено 7 этажей плюс 2 этажа мансарда. Все. Весь Париж, он одноэтажный. Выше нету. Отдельно существует там Дефранс, где стоят небоскребы, и это весь деловой центр выведен. И он гармоничен. Барселону взять. Есть города, которые очень комфортны для жизни. Это в 1830 году было продумано. Что мешает нам сейчас это делать? Что мешает? Так вот, это задача, которую мы должны сейчас ставить и регулировать. Недавно появилась новость в информационном пространстве про метро на Троещину. Все так оживились. 32 миллиона назвали сумму. Это вообще реальная сумма, на ваш взгляд? И уже пошли заявления в Киевской городской администрации, что уже предлагают более дешевую альтернативу, так называемый скоростной коридор. Вы слышали про это? Что это вообще будет? Я детали не знаю у проекта. Скажу, что метро недорогое удовольствие. Но на самом деле, если будет наземный вид аналога метро скоростной трамвай, скоростной, то он ничем не хуже будет не уступать. Там может быть внешне чуть-чуть по-другому. Но на самом деле важно, чтобы жителям было удобно и быстро добираться. И сегодня Троещина нуждается в таком виде сообщения. Заговорили о лучших примерах для жизни городов. Вы, наверное, знаете, заметили, что Саксаганского, улица в Киеве, уже давно пешеходная по выходным. Возможно, планируется подобное. Он запускался как пилотный проект, но очень успешный. Возможно, рассматривается там где-то на высшем уровне и другие подобные проекты. Возможно, сделать Владимирскую пешеходную улицу. Вы знаете, улица Саксаганская, как всегда, одна улица относится к местному совету и политику определяет местный уровень. И поэтому мы больше регуляторный орган. Мы можем определять законы, политику, но вот такие решения в сфере местного самоуправления. Еще хотела спросить, кто в данный момент является регулятором цен на жилье в Украине, в Киеве в частности. Вообще, как сделать жилье доступным в Украине и почему есть скачки в ценах очень разные? Кто это определяет? От чего это зависит? К сожалению, есть одна проблема. Цены на жилье определяет рынок. И есть спрос, есть предложение. И есть только один показатель, который ниже себестоимости никто строить не будет. И как только начинает рынок развиваться, расти зарплаты, экономика начинает развиваться, соответственно, и цены растут. Поэтому такого госрегулирования мы давно ушли социалистических и коммунистических принципов. Поэтому, к сожалению, этот процесс неизбежный в том, что будет рост. Другой вопрос, что есть всевозможные программы, молодежные поддержки. Есть программа 30 на 70. В министерстве? Ну, это в целом, да. В министерстве, которое потом делегируется местным органам власти, которое они должны поддерживать. Мое личное мнение, надо делать дешевые ипотечные кредиты. Все. И вот это и второе, чтобы благосостояние населения росло, зарплаты росли. И тогда государства, тогда все смогут спокойно позволить, ну, будут позволять себе жилье. И, естественно, конечно, вот можно осуществлять разные проекты более экономного жилья. И возле городов-спутников делать такие проекты, где, как на самом деле сегодня, если взять Киевскую область, Киевская область почти больше, чем в полтора раза больше стоит жилье, чем Киев. Почему? Потому что дешевле земля, коммуникации дешевле, и, соответственно, жилье дешевле на 30-40%. Ну, если брать от минимальных цен, то дешевле. И, соответственно, люди готовы терпеть неудобства с точки зрения транспорта, но передвижения в день. Но в то же время очень важно им приобрести. Поэтому это можно и нужно развивать. Единственное, конечно, нам необходимо, чтобы все-таки побыстрее подешевле ипотечное кредитование. И еще один вопрос, на котором хотел остановиться. Децентрализация коснулась сферы архитектурно-строительного контроля. Насколько я помню, там должны были быть переданы органы контроля местным советам. На какой стадии реформа? Всем крупным городам передали это право. И там населенным пунктам многим уже тоже передали. К сожалению, как ни странно, нет такой энтузиазма местных органов власти брать на себя эту ответственность. Но, честно говоря, все за власть борются, то в данной ситуации, наоборот, не все хотят ее получать. Просто тут надо смотреть такое же, ну, города-миллионники и крупные города, безусловно, заинтересованно взять на себя этот контроль. Небольшие города, им, ну, может быть, пока еще временно нет смысла, потому что нету тех объемов строительства, и содержать минимум пять человек у них нет возможности. Поэтому это остается за центральными органами власти. В одном интервью Вы сказали, что планируете расширять Ваш успешный проект-сервис «Готово». Будут ли в Украине появляться еще такие сервисы? И вообще, как Вы оцениваете сейчас работу этого центра? Вы знаете, я верил в этот проект, и верю, и самое приятное, что он успешно работает. Сегодня он самоокупается, поддерживается, и самое главное, что он набирает популярность у людей. Сегодня больше 30% людей приходят по рекомендации от других людей. Где-то около 26% Фейсбук дает свою роль, где без денег, просто за счет того, что люди читают. Реклама, конечно, может быть, но она не так эффективна, как люди свое мнение говорят. Свой опыт, да, личный пример. И скажу, что сейчас мы рассматриваем и развитие этих проектов. По Киевской области мы уже практически в всех крупных городах нашли площадки, разрабатываем проект. Надеемся, что в ближайшее время мы будем активно продолжать. И также вот на прошлой неделе у меня была деловая повестка бюджетного комитета в Николаев. И вот Николаев очень заинтересован. Херсон, Полтава сейчас активно работает. Вот Черкассы, мы вот рассматриваем их создание в областных центрах. У нас те принципы и подходы, которые у нас реализованы, они намного эффективнее и лучше, чем это происходит в СНАПах. Поэтому наша цель, наш лозунг с повагой до людей. И самое главное, мы хотим, вот лично моя мечта, всего услуг 700, чтобы все услуги можно было получить в одном центре. Без очередей? Ну, без очередей, без хамства. Это само собой? Безусловно, но самое главное, чтобы мы все услуги могли получить до 30 минут. Прямо вы пришли, хотели получить за граничный паспорт, это можете делать за 30 минут. Вот это моя мечта, чтобы это мы сделали.